И здоровьем и рублем. ГАИ начала штрафовать за отсутствие зимней резины. Погода непредсказуемая, так что лучше заранее. Смогут ли пройти техосмотр нарушителей? На кону 40, на набережной горела хозпостройка. Поджог или неосторожное обращение с огнем? История в камне. На аллее праведников народов мира увековечили имена новых героев. Сегодня у нас появилась возможность им говорить спасибо. Как это было? А также силовой блок, обновленный график и приятная надбавка. С декабря повышаются все виды пенсии. Насколько? Президент провел плановое совещание. На повестке дня военно-политическая обстановка вокруг Беларуси. Александр Лукашенко отметил, необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. По словам главнокомандующего, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи госграницы. А Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт. Пока нам удается сдерживать вероятного противника под применением военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. Я всегда повторял, и еще раз хочу сказать, уроки, уроки, уроки из того, что происходит по периметру нашей Беларуси. Извлекать уроки – важнейшая наша задача. В соответствии с поручениями президента Минобороны определены, спланированы и выполняются первоочередные мероприятия подготовки к отражению агрессии. С марта в стране реализуются меры, направленные на повышение готовности вооруженных сил к реагированию на вызовы и угрозы военной безопасности. Вовремя подоспели. Накануне утром на набережной горел сарай. По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение постройки, создалось плотное задымление. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Уничтожена стропильная система, повреждено перекрытие имущества. По сене 40 кур и гараж. Пострадавших нет, причина устанавливается. Всего за неделю в городе произошло 2 пожара в районе 1. С декабря обязательно использование зимних шин. Штраф до 32 рублей за повторное нарушение до 160. Более того, наказание будет жестче, если издана летней резине, стало причиной создания аварийной обстановки или кому-то будут причинены легкие телесные повреждения, либо пострадает чье-то имущество. В таком случае можно лишиться прав на 2 года, о цене зимней дороги. Карина Буревич. Середина ноября подарила белорусам настоящую сказку, но вместе с собой принесла и серьёзную опасность. Как итог, разбитые в дребезги авто и самое страшное – унесённые жизни. Только в выходные в Беларуси произошло 526 аварий. Три человека погибли, 11 получили травмы. Практически везде причина одна – водитель не справился с управлением. Зрелище порой не для слабонервных. Посадка, где блокировано, живой, передаём скорой пустынской помощи. Использование зимней резины с декабря – обязательное правило. И здесь речь скорее не о штрафах, а о безопасности. Сотрудники ГАИ одно за другим останавливают авто на Октябрьской. Первый водитель признаётся – железного коня переобул чуть ли не в начале осени. Говорит, платить не хочет ни здоровьем, ни рублём. Погода непредсказуемая, так что лучше заранее, чем потом будут проблемы. Инспекторы учитывают специальную маркировку, а также высоту протектора – не менее 4 мм. Кроме того, зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах. Первый рейд показывает – водители осознают опасность сезона. Некоторые отдают предпочтение всесезонному варианту – нарушителей нет. Как она себя показывает? Очень хорошо, я очень довольна. Два года, как я ей пользуюсь, всё устраивает. Меня раздражало постоянно менять летнюю на зимнюю, зимнюю на летнюю. Всесезонка допустима, однако к эффективности у специалистов всё же есть вопросы. В первую очередь такие шины быстро изнашиваются, порой менять их приходится раз в полгода. Плюс менее эффективное сцепление с дорогой, а если лето выдастся сильно жарким, комбинированная резина может расплавиться. Но тут выбор за автомобилистами. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечёт ответственность от двух до пяти базовых величин. И всё-таки сменить резину и подготовить автомобиль недостаточно. Важно перестроиться на зимний стиль вождения. Нужно соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и отказаться от резких манёвров. Самое опасное положение на дороге и потеря управления здесь действовать необходимо по ситуации и в зависимости от привода авто. В случае с передним, самым распространённым, руль необходимо крутить в сторону заноса и немного добавить газ. Нельзя переключать передачи и использовать тормоз. Даже малейшая неисправность машины при движении по скользкой дороге или в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, с этого года для выдачи разрешения Белтехосмотр тоже проверяет наличие зимней резины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сверходанных, сила закона и движения поездов. Белжд обновит график, по какому маршруту добавятся рейсы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С декабря на 5% повышаются выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Трудовые пенсии за этот год увеличиваются уже в третий раз. Рост практически на четверть. Средняя теперь составит 670 рублей. Размер суммы зависит от стажа работы и различных надбавок. Более 70% военнообязанных белорусов прошли сверху учетных данных. На первом этапе плановая проверка проводилась на предприятиях, в организациях и по месту жительства. Сейчас начался второй. Сведения до конца месяца будут сверять уже в комиссариатах и сельских исполкомах. Нацбанк пересмотрел расчетные величины стандартного риска, которые, по сути, ограничивают процентный потолок по кредитам. С декабря для физлиц его снизят почти на процент, для юридических – чуть менее, чем на три. На эти цифры обязаны ориентироваться учреждения, когда устанавливают ставки по займам. БелЖД обновит график движения поездов с 11 декабря. Летом составы в Анапу будут ходить через день. Время в пути сократится более чем на два часа, а по маршруту Минск-Санкт-Петербург в пиковые периоды добавится дополнительный. Внутри страны рейсы свяжут областные центры с Оршей, Полоцком, Пинском и Калинковичами. В школах страны стартует правовой турнир для старшеклассников «Сила закона». Интеллектуальные состязания пройдут в три этапа. Последний республиканский запланирован на 21 декабря. Ключевая тема – Конституция Беларути. Задания направлены на углубленное ее изучение. Без срока давности на аллее праведников народов мира появился новый камень. В честь двух отважных женщин из Глузка – Надежду, Любови Архипцевых. Рискуя собой, в годы войны они спасли еврейскую девочку Ольгу Шульман, имуя герою, высеченной на стене почета в Иерусалиме. Об истории, пропитанной болью, Татьяна Гурбач. На аллее праведников народов мира появляется новый камень – 17-й. В честь двух отважных женщин из Глузка – Надежды Архипцевой и ее старшей дочери Любови. Рискуя собой, в годы войны они спасли 11-летнюю еврейскую девочку Олю Шульман. Ей удалось чудом убежать от карателей, которые вели людей на расстрел. Хочу также выразить огромную благодарность Бобруйскому городскому исполнительному комитету и еврейской общине Бобруйска за то, что они сделали все возможное, чтобы подвиг этой семьи был увековечен. Мемориал из красного камня напоминает одновременно и крону дерева, и сердце, разбитое пополам. К подножью ложатся цветы и венки. Родные и близкие жертв, представители общественных организаций и молодежь говорят о недопущении возрождения нацизма и необходимости сохранения памяти о трагическом прошлом для будущих поколений. В знак скорби – зажженные свечи. В этом страну живут прекрасные люди, которые знают, оценят другие жизни, другого человека. И сегодня у нас появилась возможность им говорить спасибо голосом, громко, потому что они достойны, ежедневное такое упоминание. После в кинотеатре «Товарищ» проходит тематическая фотовыставка и презентация документального фильма «Аллея праведников». Главные герои – те, кто, рискуя собой и жизнью своих детей, спасали евреев от зверств нацизма. В Беларуси известны 676 таких отважных и сильных духом людей. С каждым годом, благодаря историкам и волонтерам, открываются новые имена. Работа, во-первых, длилась очень долго. Мы собирались уже приступить к съемкам, и начался ковид. И на два года мы отложили. Потом мы начали уже сейчас в августе, и было понятно, что снять фильм надо просто в кратчайшие сроки, люди в таком возрасте. И всего за пять съемочных дней мы сняли этот фильм. Массовые убийства евреев начались с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. До 1941-го в Бобруйске их проживало около 27 тысяч. Холокост на иврите звучит как шоа, что означает катастрофа. Катастрофа невообразимых масштабов, в которой уничтожено 6 миллионов человек. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Время для равенства. В Беларуси отмечают день борьбы со СПИДом. В нашей стране с положительным ВИЧ-статусом живут более 24 тысяч человек. Применяются эффективные меры по профилактике и лечению. Практирование анонимное тестирование можно в поликлинике по месту жительства или выездных пунктов. Всем желающим предлагают добровольно сделать экспресс-тест. За 10 месяцев у нас выявлено 52 ВИЧ-инфицированных пациента. В нашем городе в целом пока еще преобладает половый путь передачи. Это более 60%. Еще одно мнение. Особенно людей более старшего возраста, они считают, что можно заразиться, например, в лечебных учреждениях. Нет. Только те пути, которые существуют. Благодаря усилиям Минздрава и общественных объединений уже сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных. Брошены все силы, чтобы положить конец заболеванию. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА